Сказка о храброй козе В далекие времена жили-были муж и жена. Они были очень бедными. У них была только одна коза. Каждый день они давали ей охапку сена, а она им в ответ небольшой кувшинчик молока. Этим молоком они и питались весь день. Раз в неделю хозяева отпускали к козу гулять, и она отправлялась на луг у опушки леса. Однажды, ранней весной, коза повстречалась с очень тощей овцой, которая от голода едва волокла за собой ноги. И между ними начался такой разговор. Эй, не прячь свои глаза и не стесняйся меня. Я вижу, что ты голодна. Ну что ж, не твоя эта вина. И шерсти у тебя немного. Бех, подружка, посмотри на себя. Уж мне ли тебя стыдиться? Не беспокойся обо мне. Ты выглядишь не лучше. Я тощая, знаю. Но ты еще более тощая. Так они и подружились и начали делиться друг с другом своими жизненными историями. У меня есть хозяева. У них нет ничего, кроме меня. Каждый день они кормят меня сухим сеном. А я даю им кувшинчик молока. Вот и вся их еда на целый день. Раз в неделю они выпускают меня на лук, пощипать свежую травку. Только в такой день я могу порезвиться и побегать на свободе. Коза закончила свой рассказ, и овца начала рассказывать про свою жизнь. Ее история была очень похожа. Ее тоже выпускали раз в неделю, и ей тоже нечего есть дома. Так подружившись, коза и овца стали подумывать о том, чтобы спастись от своих хозяев. Они решили убежать, куда глаза глядят. Бе, мысль интересная. Но куда же нам пойти? Мой отец, я помню, говорил, когда я была совсем маленькой, что там, за теми горами, есть луга, богатая зеленой сочной травой и чистыми ручьями. В тех местах воздух всегда свеж. Нужно как-то добраться до того места. Вот тогда бы мы с тобой зажили, позабыв все наши страдания. Мой отец так и не смог осуществить свою мечту. Поэтому давай сделаем это вместе. Овца согласилась, и они убежали. По дороге они встретили быка. Он тоже был худым, и в его больших глазах томилась глубокая печаль. Коза и овца поздоровались с путником, но в ответ он только покачал головой. От голода ему не хватало сил даже вымолвить приветственные слова. Потом он собрал последние силы и едва слышно спросил. Куда вы держите путь, друзья? Братец бык, ты старше нас, поэтому хотелось бы вначале послушать тебя. И куда, и зачем ты идешь? Что ты ищешь? Всю свою жизнь я работал от зари и до заката. То пахал землю, то крутил мельницу, то тянул телегу. Всю последнюю неделю я трудился без отдыха. Очень устал. И ищу передышки от этих работ. Ну а вы, вы куда идете? Коза и овца тоже рассказали обо всем, что они пережили, как решили убежать от своих хозяев, и что идут они на вольные луга. Выслушав их, бык продолжил. Да, друзья, я тоже очень устал. Мы очень привязаны к людям. Работаем с утра до ночи, пашем землю, а вечером тянем телегу с грузом. Приходим в хлев, а там даже поесть нечего. У меня торчат кости, нет больше сил. Я мечтаю жить по-другому, без таких тяжких страданий. Хорошо, что я вас встретил. Если вы не против, то я пойду с вами. Овца и коза согласились взять быка с собой. И они вместе продолжили путь. Шли они, шли. Долго ли, коротко, близко ли, далеко ли. Наконец достигли они заветного луга. Как и говорила коза, Эти места были очень плодородными. Корма было вдоволь. Воздух и вода были чистыми. Они наелись досыта, потом нашли убежище в дупле большущей чинары. Оно было такое широкое, что в нем свободно поместились все трое. Сон был крепким и благополучным, но ближе к утру коза во сне увидела свою хозяйку, которая доила ее и приговаривала. Ой, куда же ты запропастилась, козочка моя? Наверное, ты дашь сегодня молока за все пропущенные дни. Но выдоить удалось лишь как обычно, небольшой кувшинчик. Тогда во сне появился хозяин с дубинкой. Он принялся колотить козу со словами. Куда ты делала остальное молоко? Признавайся. Ух, проказница! Коза проснулась с криком. Помогите! А-а-а! Спасите! Хозяин! Не бей меня! Бе-е-е, коза! Что случилось? Успокойся! Тебе приснился плохой сон. Открой глаза, подруга! Просыпайся! Что случилось с тобой во сне? Как хорошо, что это было не наяву! Я чуть не умерла со страху. Во сне хозяин так бил меня, что мало не показалось. Я просила жалиться надо мной, но он колотил все сильней и сильней. А-а-а! Это всего лишь сон! Вот, смотри! Рядом нет ни твоего хозяина, ни его дубинки. Здесь только мы. Теперь мы будем жить здесь, в мире и спокойствии. Так они жили в согласии друг с другом. Они перестали просыпаться до зари и работать на поле до заката солнца. Никто не заставлял их пахать поле или возить загруженные телеги. Еды было достаточно, а людей не было вовсе. Конец первой части. Продолжение сказки слушайте в следующей части. Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования. Продолжение следует...